Всем привет! И сегодня у нас с вами чашка чая. Да, несмотря на то, что на кружке написано Bad First Coffee, но сегодня в кружке действительно чай. Я ее купила в одной из кофейн Лос-Анджелеса, именно Alfred Coffee in Kitchen. Так что, если будете в Лос-Анджелесе, заглядывайте. Неплохая такая кофейня, хотя там очень-очень-очень много народу. Но это не то, о чем я хотела сегодня с вами поговорить. Хотя, отчасти я, наверное, затрону американскую тему. Вначале я хотела с вами поговорить про фан-встречи. Дело в том, что в последнее время все чаще на Ask.fm, ВКонтакте мне задают вопрос, будет ли фан-встреча, будет ли какая-то встреча. И я не могу дать ответ на этот вопрос, потому что я с удовольствием бы с вами встретилась. Безусловно, мне очень приятно вас видеть на улицах, когда вы ко мне подходите. Это вообще невероятно мило, приятно. Так что, если вы мне видите, конечно же, подходите. Я буду очень рада, даже если я с кем-то. Я все равно с удовольствием с вами пообщаюсь, обнимусь, сфотографируюсь вообще без проблем. И у меня как бы такой вопрос, насколько действительно актуальна встреча, сколько народу действительно придет. Поэтому я хотела у вас здесь, собственно, и спросить, придете ли вы на мою фан-встречу в Москве. Вот, например, в Москве. Будет это, ну, вероятно где-то, да, пока летом. Не знаю, или, если это летом совсем не актуально, не знаю, мы это, может быть, сделать в сентябре, хотя это уже, ну, достаточно далекие такие получаются планы. Но, вот, придете ли вы. И, так как во вторник, 12 июля, я еду в Петербург, я не знаю, насколько я туда еду. У меня пока билеты в один конец. Я еду туда в гости к друзьям. Поэтому, как-то, не знаю, нет четких планов. Но, наверное, до конца недели я точно там буду. Я могу устроить встречу там, в Питере. Так что, если вы из Питера, для вас это особенно актуальный вопрос, потому что там я все-таки какой-то промежуток времени буду. Напишите мне, хотите ли вы встречу. Если да, то какой день наиболее удобный, какое время более удобное. Не знаю, если у вас есть какие-то идеи, где можно организовать эту встречу. Потому что я пока не знаю. Вот, над этим нужно думать. Вот, так что у меня к вам вот такие вот вопросы. Пожалуйста, пишите, из какого города, Москва, Питер, да, пока актуальны только они. Придете ли вы на фан-встречу? И какое для вас самое лучшее, удобное время? Вот, так что, так вот, пишите, пожалуйста. Я надеюсь, хоть кто-нибудь ответит, и хоть для кого-нибудь это актуально. Ну, если нет, так нет. Вот, если вдруг состоится встреча в Петербурге, если все сложится, то я, безусловно, запишу какое-нибудь коротенькое, буквально, видео, вероятно, на телефон. Выложу, конечно же, сюда, как-нибудь, где сообщу, что, когда и где. В Инстаграме, в Инстаграме обязательно все будет. Так что подписывайтесь. Здесь, он у меня мисс Даша Икс. Там все самые свежие новости, все о моих, там, не знаю, перемещениях, все там, все самое актуальное и свежее. И с фан-встречами это пока все. Я жду от вас ответов. Я надеюсь, вы не очень слышите, как скрипит дверь. Дверь я закрыла плотненько. И теперь я хотела бы с вами поговорить про Америку, точнее, приезд мою в Россию. Часто, когда я встречаю вас на улицах, вы ко мне подходите, вы говорите, я думала, ты в Нью-Йорке, мне казалось, ты в Америке, а ты здесь. Я говорю, ну, как видно, да, я здесь. Вот, я уже в России. Я здесь уже давно, практически полтора месяца. Просто выходили видео уже после моего приезда. Кто смотрел видео в моем нежизнении, те знают, что я 29 июня из Америки вылетала и 30, вот, не июня, мая, 29 мая я вылетала из Нью-Йорка и 30 мая я прилетела в Москву. Это часовые пояса. Дело такое. Вот. И каковы мои ощущения после приезда? Знаете, обычно, когда я приезжаю после таких поездок, у меня, я ложусь спать, потому что часовые пояса очень уставшие и несмотря на то, что за окном, в принципе, и день, и утро, не знаю, все, что угодно, я ложусь спать и просыпаюсь к вечеру. Тут произошло, в принципе, то же самое. Я обычно просыпаюсь, знаете, как золушка. Кажется, что все это был сон, что вот я, как обычно, проснулась у себя и ничего этого не было. Жизнь как была, так и есть. Но не в этот раз. В этот раз я четко чувствовала, что да, я там была, что все было круто. Во мне была просто буря энергии и обычно происходит такая, знаете, апатия. Все, мне ничего не нравится, вот, и все так плохо. Ну, нет, нет, наверное, это была причина такова, что все-таки лето за окном, я уезжала, еще все было не зеленое, только-только набухали почки, только там какая-то травка появлялась, и я приехала уже все зеленое, тепло, и в начале июня так было немножко прохладно, а потом очень такая клевая погода, чему я, конечно, безмерно рада, и сегодня у нас солнышко. В общем, я обожаю, когда тепло и солнечно, и это как бы дает мне энергии двигаться дальше, тем более я приехала, мне как-то завернулись события, я куда-то ходила, с кем-то встречалась, ко мне приезжали друзья, в общем, ну, было-было куча дел, вот, и теперь у меня, конечно, единственная, какая-то, ну, какую-то новую цель нужно себе найти, потому что это была моя цель достаточно долгое время, я к ней действительно очень долго шла, и я невероятно рада, что все получилось, и получилось все достаточно хорошо, намного лучше, чем я могла бы, наверное, порой ожидать от себя, вот, по поводу, насколько я улучшила английский, на эти времени, конечно, было не очень много на изучение английского, и он скорее у меня пошел не на грамматику, да, как мне безусловно нужно, а на общение, хотя это тоже безусловный плюс, потому что там я убедилась просто в том, что я худо-бедно могу изъяснить свою мысль, люди меня понимают, и я понимаю людей, да, наверное, у меня не очень грамотная речь, ну, то есть, я адекватно понимаю, она неграмотная, я говорю, как могу, и, вероятно, времена у меня там вообще плавают, просто, невероятно, ужасно, это моя беда, но, я понимаю людей, и они меня понимают, выстраивается какой-то диалог, и так как у меня получалось, что я общалась, да, с своими одноклассниками, и для них английский не родной язык, тут было, ну, с одной стороны проще, что все мы друг друга, да, понимаем, что все мы не очень хорошо знаем английский, но с другой стороны, я общалась также с американцами, и тут вот совсем по-другому, потому что ты можешь у них черпать, как раз-таки, знания, и, грубо говоря, в своих ответах использовать их, ну, их вопросы, в плане, да, какая-то часть построения предложений, какие-то слова, в общем, учиться у них чему-то, и иногда они, как бы меня поправляли, говорили, вот тут вот так вот, ну, исключительно из добрых побуждений, конечно же, вот, и, конечно, плодотворней общаться с американцами, ну, с носителями языка, чем с теми людьми, кто тоже так учит, потому что у них, ну, по сути, можно подобраться только ошибок, вероятнее всего, но, в любом случае, это общение, это практика языка, это то, зачем я в основном ехала, я понимала, что грамматику, да, моё слабое место, вероятно, я, ну, не сильно повышу, не на том, как бы, здесь идёт акцент, и я довольна, я всё равно довольна, и мне, безусловно, очень хочется туда вернуться, очень-очень мне приятно, что вы пишите, что я очень ассоциирую вас с Нью-Йорком, что я такая Нью-Йорк-гёрл, и всё такое, ой, я скучаю по Нью-Йорку, действительно, это невероятно крутой город, да, и надеюсь, что у меня получится, у меня закончилась память на карте, извините, и, наверное, это знак, что пора заканчивать это видео, там, я уже в России, и готова с вами встретиться, как я уже говорила в начале видео, так что не забывайте писать внизу, хотите вы встречу, Москва, Питер, пишите, пишите, обязательно, как можно скорее, чтобы всё это побыстрее произошло, и я поняла, что к чему, и если у вас есть ещё какие-то вопросы про Америку, тоже можете задавать под этим видео, я в каком-нибудь последующем видео тоже буду отвечать на вопросы, потому что они периодически, безусловно, поступают, но хочется опять-таки их собрать как-то в одно место, чтобы можно было прям так открыть, и отвечать, 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 отвечать. В общем, желаю всем хорошего настроения, солнечной погоды, и всем спасибо за внимание, и пока! Люблю холодный чай летом!